Астана Онлайн О постановке и участниках и многом другом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, художественным руководителем украинского коллектива Александром Петруниным. Добро пожаловать, Александр, в нашу студию. Спасибо большое за приглашение. Перед тем, как начать наш разговор, я предлагаю посмотреть сюжет о вашей постановке. С удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Сказка о вечной борьбе добра и зла дополнена яркими образами персонажей, красочными костюмами и декорациями. Но это далеко не все, что может запомниться детям. Творить волшебство будут не только девочка Оля, Дед Мороз и Снегурочка, но и воздушные гимнасты, акробаты, веселые клоуны, дрессированные собаки, медведи и яки. Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, что вы выступаете как трио коверных. У вас специальная программа. И скажите, пожалуйста, откуда вообще возникла идея создания трио? Потому что, насколько я знаю, в основном коверные выступают сольно или же дуэтом? Ну, я вам расскажу. Дело в том, что как раз из-за того, что все выступают соло, дуэтом, мы решили сделать трио. Трио намного веселее, намного ярче. Это три разных персонажа. Если углубляться в суть нашей цирковой деятельности, то всегда был рыжий-белый резонер. То есть, имеется, я переведу на русский язык, рыжий – самый смешной, белый – грустный, резонер – что-то среднее между тем и другим. И мы постарались сделать трио на этих основах, скажем так. Один очень быстрый, очень шустрый, очень веселый. Второй мой партнер – он белый. Ну, и третий партнер – резонер, он действительно не рыжий, не белый. Он очень средний вариант. И я так думаю, что у нас все это получилось. И в чем преимущество вашего трио от дуэтов и соло? Мы можем захватить сразу весь зал. Соло работать очень тяжело. Соло профессионалов, клоунов. Ну, я знаю, мало, которые работали действительно соло, которые вытягивали весь зал на себя. Вы можете себе представить? Вот мы сидим с вами за манежем. Вот это манеж. И вот вокруг вас смотрят на вас две тысячи зрителей. И вот эти две тысячи зрителей вам нужно крутиться самому. Ну, это очень сложно. Я знаю очень мало таких профессионалов, которые вот, на мой взгляд, это грок. Это был такой очень известный, но старый, очень старый клоун. Его предшественник, не предшественник, а тот, который после него пришел, это Давид Ларибле. Француз, очень хороший клоун, тоже у него свои шоу. Вот где-то наподобие вот этого Полунин. Это более известный уже к нашим реалиям. То есть сейчас директор Петербургского цирка. А три у клоунов, это можно, в принципе, спрятаться за кем-то. То есть кто-то что-то, фразу где-то сказал. Подхватить. Тот подхватил, там дорассказал. Ну и, в общем, создается впечатление, что у нас не три, а 33. А кто входит в состав коллектива? Об артистах поподробнее. Значит, Роман Грицай. Это мой партнер, мы с ним работаем уже 16 лет. Мы еще начинали с ним в цирке на льду. Был такой коллектив «Цирк на льду» под руководством Александра Денисенко. Его уже, к сожалению, нет. И потом с нами работал еще один партнер. Он ушел от нас, и мы взяли другого, которым работаем сейчас, Геннадий Головченко. И он работает с нами сейчас уже 8 лет. Трио, я хочу сказать, уже сформированное. Мы понимаем друг друга с полуслова, с полузгляда, как, допустим, оператор понимает ведущего и тому подобное. То есть я считаю, что у нас хорошее трио. Александр, какая роль отведена вам в новогодней сказке «Королевство кривых зеркал»? Вы знаете, сложный вопрос. Сложный вопрос. Почему? Потому что сказка в целом – это одно большое целое произведение, которое было сделано хорошим нашим режиссером, вашим, извините, Астанинским, Лилией Валерьевной. Было продумано все от начала и до конца. Поэтому сказать конкретно, какая у меня роль, ну, я так думаю, моя роль веселого человека, который веселит во время сказки других людей. Можно сказать, скомаруха. Я знаю, что вы приехали к нам в Казахстан, в Астану, по приглашению, и вы здесь впервые. Да. Вот ваши впечатления поделитесь, пожалуйста. Я хочу сказать, очень хороший город, красивый, чистый. Ну, город, насколько я знаю, молодой. У вас город очень красивый. Очень красивый, и есть где походить, есть что посмотреть. Скажите, что больше всего вам понравилось в Астане? Мне понравилась архитектура вашего города. То есть, в принципе, ну, видно, что сюда приложил руку хороший архитектор. И я так понимаю, что он еще строится, мне нравится, как у вас развивается инфраструктура. Это все очень быстро делается. И вот на глазах буквально, мы сейчас полмесяца проработали, там, возле нас строится здание, оно растет на глазах. Такое впечатление, что заснул, проснулся, уже этаж стоит. Ну, как-то вот это мне очень нравится. Люди хорошие, добрые, отзывчивые. Александра, а как приняла вас астанинская публика? Зрители очень хорошие, теплые. Я имею в виду, что они, как вам сказать, они хотят шуток, хотят, ждут шуток. Они хотят веселья. Все хотят почувствовать себя на эти два часа, забыть обо всем. И видеть только смех, смех своих детей, и уйти оттуда довольными и счастливыми. Поэтому мы пытаемся это им все преподнести. И я думаю, что, ну, мне так кажется, что нам платят, в принципе, зрители большой благодарностью, постоянные аплодисменты, и зрители ходят постоянно, много ходит зрителей. Это большой плюс. Вот во время выступлений вы активно работаете со зрителем, приглашаете его на манеж. Вообще, как чаще всего реагируют они на приглашение именно на манеж? По-разному. Очень по-разному. Я советую всем зрителям, ну, вообще во всем мире, почаще улыбаться и вспоминать, что мы таки все были детьми когда-то. И вот когда мы вот эту планку перейдем, ну, хотя бы на пять минут, на тот момент, когда тебя клоун возьмет, повеселись. И вот тогда у нас все будет хорошо во всем мире. Александр, а что вам дает такая вот обратная связь со зрителем, лично вам? Огромный позитив. Огромная энергетика. Это... Я даже передать не могу как. Вы знаете, чувствуется сразу, когда зал... Ну, сейчас это модно, конечно, говорить об энергетике, об астрологах. Но на самом деле это так. Потому что, когда ты сидишь... Вернее, когда ты выступаешь в зале, и зритель после каждой твоей фразы, после каждого твоего движения чувствуется тепло, отдача, так как зритель ждет тебя, начинает тебе аплодировать. Ты выходишь за эти два часа, ты не устал абсолютно. Тебе хочется еще и еще и еще работать. Бывают моменты, когда, ну, мы же все люди, артисты тоже люди. Естественно, после... На некоторые представления выходишь, ну, не совсем, скажем так, с хорошим настроением. Бывает. Не скажу, что это не так. Так вот, именно зритель помогает нам избавиться от этого плохого настроения. Если мы выходим туда чуть-чуть с плохим настроением, мы видим тепло, глаз, рук, детей, взрослых, поддержку. И нам хочется отдавать это все. То есть, как принимая, отдавать. Мы стараемся отдавать больше, чем мы принимаем. Почему? Потому что, ну, три человека и две тысячи зал. То есть, две тысячи дает трем человекам, и три пытаются раздать на все две тысячи. Ну, я считаю, что это тяжело. Но, тем не менее, тем не менее, я люблю свою работу и горжусь, что работаю клоуном. Особенность циркового искусства – это способность перенести зрителя, в том числе и ребенка, в другой мир. И вы создаете разные образы. И что вы пытаетесь передать ребенку через созданные вами образы? Чему научить их? В первую очередь, доброте. Быть добрее. А вы считаете, сейчас не хватает доброты в людях? Я считаю, да. Нужно, нужно побольше, побольше нужно быть. Вы знаете, если человек, каждый человек встанет с утра, просто встанет с любым настроением, кем бы он ни встал, улыбнется себе, улыбнется тому, с кем он в этот момент. Просто, знаете, помните старый-старый мультфильм? А ты пойди улыбнись тому, кто в пруду. И ты посмотришь, что будет. На свое отражение. Я считаю, что это залог того, что у нас сейчас происходит. Нужно улыбаться, почаще улыбаться. Не ехидничать, не зло улыбаться, не присмыкаться, а именно чистой, открытой улыбкой. И как только у нас это все появится в людях, будет намного легче. Всем легче. А вы согласны с таким утверждением, что позитивные люди успешнее вообще в жизни, и им удается все практически? Хороший тезис, но не всегда правильный. Бывают. Позитивные люди очень добрые, очень отзывчивые, очень хорошие. Но зачастую бывает, что на этом выезжают другие люди, которые не такие позитивные. Но тем не менее, тем не менее, позитивные люди тоже стараются, бывают, выходят на успех и добиваются всего, что хотят. Что самое сложное в вашей профессии? Самое сложное? Даже не знаю. Я только что говорил, что в этой профессии, в принципе, мне все нравится. Легкая профессия, согласитесь? Она не легкая, нет. Все считают легкой, а на самом деле не легкая. Нет, нет. Вот что самое сложное? Артист цирка сам по себе, это сложная, очень сложная профессия, сочетающая в себе, ну, я не знаю, и, если взять, допустим, там и театр, и музыка, и акробатика, то есть спорт. И в этот же момент они должны еще и веселить людей. Вот если опять же вспомнить, я не буду, был такой клоун, Акрам Юсупов. Очень был хороший клоун, но кроме того, что он был клоун, он был отличный канатоходец, он был джигит, то есть он мог, ну, в принципе, как говорят, заменить всю программу. Он в любой номер мог встать и работать. Поэтому... А вы совершенствуетесь? Работаете над собой? Конечно, конечно, каждый день. Встаю и совершенствуюсь. Да? Ну, конечно. И какие навыки новые приобретаете? Чему учитесь? Все, чему не умею. А что вы не умеете? Интересный вопрос. Надо подумать. Что я не умею? Ну, вы сказали, что клоун должен уметь практически все. Ну, да. А вот чему еще надо поучиться вам? Честно сказать, я не умею летать вот на воздушных этих... в полете. Никогда не работал. Ну, сказать, что я этому совершенствуюсь, солгу, ну, немножко... пока у меня туда не идет. На это не дотягиваю пока туда. Вот. Но ничего, мы до этого дойдем. Сейчас, к сожалению, опять же, к сожалению, цирки переходят немножко в формат Дюссалей. Дюссалей – это огромное цирковое шоу, которое поставлено определенным режиссером с какой-то определенным смыслом, заложенным и понятным только этому режиссеру. Но это как для меня. Там выступают очень хорошие акробаты, там выступают хорошие клоуны, выступают хорошие артисты, причем в основном из нашего постсоветского пространства. Но зачастую этот Дюссалей – непонятен нашему простому зрителю. Ну, я считаю, что цирк должен быть более веселым, более открытым. Александр, чему вы научились, работая в Трио? Какие качества новые приобрели? Я стал руководителем. Когда научишься руководить тремя, количество потом не имеет значения. То есть вот здесь вот та же самая ситуация. Очень сложно научиться руководить тремя людьми, потому что у каждого свои проблемы. Тот тянет туда, этот тянет сюда, у меня семья, у меня еще что-нибудь. Но надо людей настраивать таким образом, чтобы они еще и работу выполняли хорошо. Участники вашего коллектива, как я знаю, вообще живут в разных городах. Да. Как вам удается их собирать и успешно вообще выступать? У нас есть государственная цирковая компания Украины, в которой мы работаем, вот, наши артисты. Там собирается несколько программ. Артисты могут жить в разных городах. Ну, скажем так, прописка в разных городах. А все мы собираемся, у нас у каждого есть, допустим, свой номер, свой этот, мы собираемся все в одном городе, у нас проходят репетиции, составляется программа, и мы все едем работать. То есть, почему сложна артистическая жизнь именно циркового артиста? Каждый месяц у тебя новая программа, у тебя новые твои коллеги, и ты должен все время, в каждой программе должен быть веселым, находчивым. Остроумным. Остроумным, и все это должно быть воедино. Все равно какая-то программа, и будет она работать в Казахстане, в Ереване, в Монте-Карло, неважно где. И зритель везде должен эту программу понять. Вот именно поэтому это сложно, потому что каждый месяц нужно переехать, нужно прорепетировать, со всеми нужно найти общий язык, потому что, ну, все равно люди все разные, даже если артисты, но все профессионалы, вот это самое главное, когда все профессионалы собираются, все очень быстро происходит. То есть, как бы, неделя-две программа собирается. Отработали программу. Да, программу отрепетировали. Отработали, разъехались, встретились опять через 15 лет. Все замечательно. Как вообще сейчас обстоят дела с кадрами? Идет ли молодежь в цирк, и в частности, работать клоуном? Престижна ли эта профессия сегодня? Ну, я не вижу сейчас каких-то очень сильно хороших молодых кадров, которые бы поднимались наверх и стремились стать клоунами. Цирковое искусство не то чтобы немного, оно немножко стало, опять же, возвращаясь к своим сказанным словам, более одюссалейное. Поэтому и роль клоуна немножко уходит на задний план. Я считаю, что этого очень мало. Этому надо учить. Стало очень мало учителей по клоунаде. Я бы сказал, их даже практически нет. Поэтому те люди, которые, дети, допустим, стремятся стать клоунами, в первую очередь им ставят как артистов, ну, каких-нибудь джанглеров, акробатов, гимнастов. А потом со временем, когда они уже нарабатывают свои навыки профессиональные, у них появляется жилка именно смешить людей, они делают какие-то эксцентрические номера. Ну, сказать, что это клоуна, это тоже нельзя, но делают веселенькие эксцентрические номера. Как вы вообще попали в цирк? В цирк я попал не по принуждению, а по собственной воле. Это было еще, я учился, сейчас быстро вспомню, в машиностроительный колледж. И тогда ребята все у нас были, ходили в народный цирковой коллектив, студию, заниматься. Я попросил ребят тоже меня туда привезти. Я пришел в этот коллектив, и по итогу получилось так, что все ребята разошлись, я остался один. То есть говорят, что цирк это небольшое болото, которое затягивает. Некоторых затягивает, некоторых нет. Ну, вот ребята все разошлись, я остался в этом народном коллективе. И так потихоньку начал, сначала на сцене работал с небольшим коллективом, потом пригласили... Это в каком-то раз, уже в студенческом получается, да? Да, да, да. То есть я закончил колледж. Обычно в цирк вообще приходят раньше, насколько я знаю. Да, начинают заниматься с 6 лет, с 7 лет, но я пришел в 15. И потом мне приглашили работать в цирке на льду. Зоя Геньна Кавац, это наш режиссер украинский, она тогда нас предложила, мы сотрудничали вместе. Мы приехали, и так как бы началась моя карьера клоуном. Хотя, я не скажу, что... То есть не было цирковых артистов? Нет, вот я как раз хотел сказать, хотя, вы знаете, мой отец был против всего этого. Даже где-то год, наверное, со мной не разговаривал. А сейчас как? Потому что он сказал, что клоун – это не профессия для мужчины. Но сейчас его мнение, наверное, немножко изменилось, поскольку у меня уже есть своя семья, двое детей. Как бы, я думаю, что все хорошо, он счастливый дедушка. Александр, благодарю вас за участие в программе. Спасибо за то, что рассказали интересно о вашей профессии. И желаю вам творческих успехов. Спасибо вам большое за приглашение. Всего доброго. Ну, а телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был художественный руководитель украинского коллектива Александр Петрунин. Нашу программу также можно посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!